Привет, просветители! На протяжении нескольких лет нас периодически пугали курсом семиеведения. И вот, наконец-таки, можно разобраться, а что это, собственно говоря, за зверь такой. Программа появилась, все темы известны, давайте изучать. Как я уже неоднократно говорил, никто, кроме учителя, не знает, что конкретно услышит или не услышит его класс на уроке. Поэтому высказывания «а вот у нас» мало о чем говорят. У меня, к примеру, в классе учительница английского с нами обсуждала российские ток-шоу, а иностранную речь мы вообще не слышали. Значит ли это, что английский язык во всех школах не изучали? Нет. Это просто я такой везунчик. О том, что конкретно хочет получить государство от всех выпускников, именно программа и говорит. А вот уже как она реализуется в конкретном классе, зависит от огромного количества факторов. Поэтому сегодня мы будем говорить в целом, как в идеале должен выглядеть курс семьеведения в российских школах. Что конкретно будет именно вот в школе, не знаю, там в Бурятии или в Оренбурге, это нам никто не скажет пока что. Продолжение следует... Андрей — автор курса в IT больше 12 лет с опытом работы в Яндексе и зарубежных компаниях. Я вам про него уже рассказывал. Сейчас Андрей с командой проводит мини-курс по программированию на языке Python для новичков, в котором каждый узнает, как стать айтишником с нуля и напишет сам своего телеграм-бота. На мини-курсе вы запрограммируете бота с нуля под руководством Андрея и других менторов. Да, на бесплатном курсе есть обратная связь. А также вы получите пошаговый план по тому, как с нуля стать востребованным Python-разработчиком и выйти на зарплату от 100 тысяч рублей с лайфхаками по поиску работы. А еще вы сможете получить бесплатную карьерную консультацию от Андрея и весомую скидку на обучение профессии Python-разработчика, если решите продолжить. Старт 18 сентября. Пять дней. От вас любой компьютер и полчаса-час свободного времени в день. Все подробности регистрация по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А те, кто хочет начать двигаться в IT уже сейчас, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея. Ссылка тоже будет в описании. Итак, что же является целью нового семьеведения? Если вы подписаны на мой телеграм, то уже знаете, там эта новость появилась гораздо раньше. Целью курса является введение молодых людей в традиционную для нашего отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок – брачности, многодетности, целомудрия. Если вы здесь ожидали чего-то другого, то вы очень наивный человек, ну или как минимум последние три года провели где-то на дне океана. Программа рассчитана на 34 урока, и школа может поставить их с 5 по 9 класс. Старшеклассники на этом моменте выдохнули. При этом некоторые темы, скажем так, под звездочкой, авторы предлагают изучать только в 8 и 9 классе. На них остановимся поподробнее. В остальном же 5 и 9 класс будут слушать одно и то же. При этом разговор о важном. Вот реально, я хоть убей не понимаю эту моду, все изучают одно и то же. Что первоклассники, что одиннадцатиклассники. Тема одна и та же. Перейдем к самим темам. Раздел первый. Человек, семья, общество. Как и для чего создается семья? Семья в различные исторические эпохи. Семья и духовно-нравственные ценности. Выбор спутника жизни. Изменение ролей мужчины, женщины и детей в семье. Семья и брак в современном обществе. Темы, выделенные курсивом, это как раз таки 8 и 9 классы. И здесь, конечно, все будет зависеть от учителя. Где-то школьники вот просто 100% услышат лекцию Ткачева. Ууу, женщины права получили. В других же классах просто скажут, что сейчас чаще всего работают и мужчина, и женщина в офисе одном и том же. Поэтому дореволюционные представления уже не особенно актуальны. Семья как ценность для ребенка. Крепкая семья, основанная на любви, как основа для формирования у ребенка чувства безопасности и ощущения счастья. Важность для ребенка материальной и психологической поддержки со стороны родителей. Семья как среда формирования личности ребенка. Эмоциональное взаимопонимание между родителями и детьми. Звучит максимально адекватно. Легко могу представить интересные беседы на эти темы. Ребенок и родители, чувство безопасности в семье, ответственность родителей. Я бы это все как тему родительского собрания взял. Семья и ее роль в обществе. Семья как первичная ячейка общества. Ее важность в самосохранении и развитии общества. Семья и ее основные функции. Репродуктивная функция семьи и ее значение в решении демографических проблем современной России. Здесь на нас немного общество знанием повеяло. Это единственный момент, который мне кажется нужно вот сразу же прям на берегу оговорить. Интересно, будут ли готовые лекции по этому предмету, который по идее уже должен начаться. Все, что мы с вами прочитали у меня никаких вопросов не вызывает. Но это все достаточно похоже. А это по плану 4 урока. А у Глюки Андреевны точно хватит материала на столько занятий? Это 4 часа по факту плюс-минус об одном и том же. В условном 6 классе в какой-то момент каждый урок русского языка КАЖДЫЙ Новая тема. Без повторения. А тут мы по факту 4 урока говорим, что семья это важно. Можно, пожалуйста, один урок на суффиксы чик-чик перебросить? Раздел 2. Мои родственники похожи и разные. История семьи. Родословные мои семьи. Семейное родовое генеалогическое древо. Эти мы в начальной школе занимались. Семейная память и семейная гордость. Семейные традиции и их разнообразие. Известные многодетные семьи. Тепляковые. Что? Они, пожалуй, самые известные. Родители. Особая роль и ответственность родителей в современной семье. И вот с этого момента у меня начинаются проблемы. Но мы же уже об этом говорили. Об ответственности родителей. Роль мужчины в семье. Отцовство. Роль женщины в семье. Материнство. Вот тут, конечно, очень интересно, что в каждом классе будут говорить. Особенности выстраивания взаимоотношений между родителями и детьми. В зависимости от их возраста и изменений в социальном статусе. Уважительное взаимодействие родителей и детей. Темы интересные. Но это реально будет повторение одного и того же. Просто разными словами. Если к этим урокам не будет готовых заданий, а-ля разговоры о важном, то во многих школах это будет просто потерянное время и чистая профанация. У нас точно каждый учитель обладает достаточной подготовкой, чтобы 40 минут на эти темы вещать. Ну, дай бог. Братья и сестры. Конструктивное взаимодействие детей с братьями и сестрами. Проблема психологического неприятия и конкуренции между разновозрастными и сводными детьми в семье. И пути ее преодоления. Вопрос все тот же. А учитель точно знает, как выйти из этих кризисных ситуаций? Это, блин, прям настоящая психология. Все уже курсы прошли? Или просто по листочку прочитают? Чем цены отношения внуков с бабушками и дедушками? Уважительное отношение к старшим членам семьи. Забота о пожилых членах семьи. Помощь по дому. Мои близкие и дальние родственники. Многообразие родственных отношений. На этот раздел выделено 8 уроков. 8! Я, правда, не уверен, что всем учителям будет чем заполнить это время. Раздел 3. О семейном уюте и не только. Что мы называем своим домом? Дом – это место защищенности, уюта, эмоциональной теплоты. Особенности и способы обустройства семейного хозяйства в больших и малых городах. Но мы про безопасность уже в первой главе говорили. И во второй. Теперь вот повторим и в третьей. Я реально хочу, чтобы в курсе русского языка столько уроков на повторение было выделено. Введение домашнего хозяйства. Основные составляющие домашнего хозяйства. Типичные проблемы обустройства домашнего хозяйства у семей с детьми и способы их решения. Плюсы и минусы совместного проживания молодой семьи с детьми вместе со своими родителями или родственниками. Вот последняя тема явно заинтересует старшеклассников. И вполне вероятно будет достаточно живое обсуждение. Семейный бюджет. Важность планирования и учета семейных доходов и расходов. Равноправие мужа и жены в решении финансовых вопросов. Возможности использования семьями услуг финансовых организаций. Вклады, кредиты, инвестиции. Вот последнее предложение. Вообще не ожидал здесь увидеть. Интересно. Карманные деньги детей. Детские накопления и цели их использования. А вот эту тему уже в пятом классе дети будут с интересом обсуждать. Лайк. Семейный быт. Красота, комфорт и уют в доме. Важность совместных усилий родителей и детей для обустройства дома. Проект обустройства дома от идеи до воплощения. Это может быть очень круто и интересно использовано при должной подготовке. Дизайнеры вперед. Важность достижения договоренности в распределении ролей между родителями и детьми для поддержания чистоты и порядка в доме. Раздел 4. Важнее всего погода в доме. Как создать благоприятную семейную атмосферу. Доминирующие положительные эмоции, тон общения, настроения, взаимное доверие, открытость, взаимопомощь. Важность благоприятного семейного психологического климата для развития ребенка в семье. Мы об этом уже говорили. Буквально в первой главе. Многодетность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы. Главное, чтобы ученики ненароком не вспомнили о материальном положении многих многодетных семей. А то как-то не очень получится. На чем держится семья? Нравственные основы взаимоотношений в семье. Любовь, верность, взаимная поддержка, честность, мужественность и женственность. Умение слушать и слышать друг друга. Умение уступать и прощать недостатки друг другу. Недопустимость эгоистического, высокомерного, равнодушного и неуважительного отношения к членам своей семьи. Отличные психологические темы. Действительно важные. Но вообще не сомневаюсь, что у многих школьников все это вызовет массу вопросов. Потому что о том, как правильно строить отношения в семье, будут рассказывали в том числе и люди, у которых... Семьи нет. Да и образование семейного психолога. Как избегать конфликтов в семье? Общение супругов друг с другом, а также родителей с детьми, старших детей с младшими. Тема, безусловно, важная. Но вы об этом уже три раза говорили. Варианты психологической рефлексии подросткам, своего поведения в семье и отношения к родственникам. Умение прощать и просить прощения. Пути выхода из возникшего конфликта. Рост самостоятельности ребенка как нормы для взрослеющей личности. Важность уважения родителями выбора ребенка. Конструктивная поддержка со стороны родителей. Реально интересные темы. Но та же самая проблема. А где материал-то брать? У вас тут серьезная семейная психология. Вы настоящие межличностные конфликты хотите научить решать. А сами педагоги-то это делать умеют? Это даже не вопрос недельных курсов. Это вообще другая профессия. Психолог. Семейный при том. Я просто сразу же из себя на этом месте представляю. Павел Викторович, завтрашнего дня вы у нас семейный психолог. На 45 минут. Окей. Что помогает семье объединиться? Совместная досуговая деятельность. Разнообразие форм совместных семейных дел. Важность семейных праздников. Игры как важный элемент семейного досуга. Роль семейных прогулок. Определение наиболее интересных маршрутов для семейных турпоходов и путешествий. На примере своего региона. Три урока. Три. Зачем? Мне, честно говоря, непонятно. В комментариях авторы предлагают целый урок обсуждать интересные маршруты для семейных прогулок. Девятиклассники, которым нужно к экзаменам готовиться, и это оценят. Здоровый образ жизни в семье. Современный стиль питания. Варианты домашнего меню. Режим здорового сна. Личная гигиена и ее влияние на образ жизни семьи. Способы преодоления вредных привычек в семье. Важность физической активности. Полезные темы. Все, что могу сказать. Раздел 5. Современные семья и право. Вступление в брак. Порядок регистрации брака. Поддержка государственной семьи с детьми. Материнский капитал. Меры государственной поддержки многодетных семей. Семейные психологи. Права и обязанности родителей детей. Имущественные права и обязанности супругов. Опекунство и усыновление. Права и обязанности ребенка в семье. Права несовершеннолетних детей на владение, пользование и распоряжение имуществом. Опять привет, общество знания. Но если вспомнить, что сейчас в российских школах у нас не привет, общество знания, а пока общество знания, то весьма и весьма полезно. Что могу сказать в итоге? Во-первых, хочется искренне поблагодарить авторов программы. Ролик получился скучный. И в данном случае это хорошо. Слава богу, это не разговоры о важном 2.0. Где некоторые темы вызывают желание истерически смеяться или кричать в подушку. Скоморохи, цирк, письмо Деду Морозу в 11 классе, юбилей ТАСС в этом году. Все о чем хотят говорить подростки. В данном случае здесь действительно очень много интересных тем, которые на самом деле актуальны. О которых стоит и хочется говорить. Это большая редкость. Мы недавно обсуждали другую программу. Нравственные основы семейной жизни. Вот видео. Ну, это небо и земля, друзья. Понятно, что все будет зависеть от того, чем наполнят эти темы. Что услышат ученики. Но само направление выглядит адекватно, на мой взгляд. Теперь о моих опасениях. Во-первых, меня не покидает ощущение, что здесь авторы прям изо всех сил пытались нескрести тем на 34 урока. Реально, количество часов можно было бы сократить вдвое и никто бы ничего не потерял. Можно, пожалуйста, один урок на суффиксы чик-чик перебросить. Если урок будет вести профессиональный психолог и в классе сформирован коллектив, это не урок, а конфетка. Если же отношения в классе не акти, а сам педагог будет просто читать по бумажке, то это потерянное время. Эти занятия предполагают огромное количество бесед, взаимодействий, обсуждений. Это не рассказ о Менделееве из влажных разговоров. Это реальная психология. И организовать настоящую работу на уроке будет непросто. И, к сожалению, мне кажется, что во многих классах семейведение превратится либо в сонное царство, либо в бразильский карнавал. Еще меня очень напрягает тенденция последних лет. Своеобразный тренд на непрофессионализм. Мы просто темы с презентациями скинем, а учитель, который к этим темам никакого отношения не имеет, которого в университете вообще по другому профилю готовили, сам все как-то проведет. Ну и вообще сейчас у нас учителя могут еще и вот этим заниматься. Не уверен. Но, безусловно, хочется отметить, что из всего того, что мы могли получить, вот это вот далеко не самый плохой вариант. Тут, как ни странно, ни разу не употреблены слова «коллективный запад», «экстремизм», «Украина». Вероятно, мы все это получим внутри, но в программу это не вошло. И в текущей ситуации, и за это хочется сказать огромное спасибо. Прям от души. Но лучше бы эти часы на русский пустили. Можно, пожалуйста, один урок на суффиксы «чик-чик» перебросить? Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну а отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.